Итак, мы продолжаем совершать эту замечательную ягью, которая называется Санкетана Ягья, которая проявлена в форме чтения о Бхагаватам. И сегодня мы читаем четвертую песню. В седьмом главу также завершаем жертвоприношение. Текст тридцать четвертый. Санкетана Ягья, Анат-Жи-Асе, Вибутае, Тяфта-ха, Упасы Дух, Ишварим, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перевод текста. Мудрецы в своей молитве сказали, дорогой Господь, Твои деяния удивительны. И хотя Ты совершаешь все эти действия с помощью Своих многообразных энергий, Ты нисколько не привязан к ним. Ты не привязан даже к Богине Просветания, которой поклоняются такие великие полубоги, как Рама, который возносит ей молитвы в надежде снискать ее благосклонность. Давайте повторим. Мудрецы в своей молитве сказали, дорогой Господь. Господь, Твои деяния удивительны. И хотя Ты совершаешь все эти действия с помощью Своих многообразных энергий, Ты нисколько не привязан к ним. Ты не привязан даже к Богине Просветания, которой поклоняются такие великие полубоги, как Брана, который возносит ей молитвы в надежде снискать ее благосклонность. В надежде снискать ее благосклонность. Комментарий основателя Ачарии. Багават Гития говорится, что Господь совершает свои удивительные деяния не для того, чтобы достичь какой-либо цели. Более того, ничто не вынуждает его совершать эти деяния. И все же, чтобы подать пример людям, он иногда действует сам, и все его деяния удивительны. Но при этом Господь ни к чему не привязан. Намам кармани лим мати. Он совершает чудеса, но при этом остается отрешенным от всего. Господь самодостаточен. Подтверждение этому здесь говорится, что Богиня Просветания Лакши, не покладая рук, служит Господу, но он не привязан к ним. Чтобы добиться благосклонности Богине Просветания, ей поклоняются даже такие великие полубоги, как Брана. А Господу поклоняются сотни и тысяч Богин Просветания. Но он не привязан ни к одной из них. Великие мудрецы особо выделяют это качество Господа, свидетельствующее о его возвышенном трансцендентном положении. Это качество отличает его от обыкновенных живых существ, которые привязаны к плодам своей благочестивой деятельности. Конец комментария. Мудрецы в своей молитве сказали. Дорогой Господь, пои деяния удивительные. И хотя ты совершаешь все эти действия с помощью своих многообразных энергий, ты нисколько не привязан к ним. Ты не привязан даже к Богине Просветания, которое поклоняются такие полубоги, как Брана, которые возносят ей молитвы. В надежде снискать его благосклонность. Интересный момент, что мудрецы молятся здесь к Господу. В надежде снискать его благосклонность. Потому что мудрецов привлекает непривязанность, как всегда. Быть непривязанным. В самом деле, людям нравится быть непривязанным. К тому непривязанным. Но в материальном мире эта непривязанность выражается в форме безответственности. То есть, если нет правильного отношения и понимания, то я ни к чему не привязан. К тому непривязан. К тому, к тому, к тому. Такого человека легко понять. Раз ли к этому непривязан нужно, потому что и к пище, и к еде, и к сну непривязан. Если уже непривязан к тому, то, можно сказать, то, может, не будешь спать и есть уже раз. К этому непривязан. Но непривязанность Господа выражается совсем другом. Что, с одной стороны, он и непривязан, но с другой стороны, он не испытывает этого чувства, так сказать. Непривязанность Господа не привязан к другим живым существам. В материальном мире, если непривязан, то присутствует сам примесь какой-то нашего пренебрежения. Но в духовной жизни, если действительно человек непривязан, то он не испытывает ни ненависти, ни радости в отношении этого объекта. Это очень хорошее качество. Но на самом деле, вредных даже это не должно интересовать. Вредные могут быть привязаны или непривязаны в отношении верховной личности. Но мы не развиваем это качество как основное в отношении верховной личности Бога. Потому что в верховной личности Бога быть непривязаны, это является, скорее всего, тем, и непривязанным. И вот внутри все, поскольку они практикуют это знание, иногда можно видеть, они не совсем привязаны к тому? К Господу. Их интересуют более такие вещи, как его качество. Возвещаются. На самом деле, шлоп Рафат говорит, что предное служение начинается с даси расы. Не с шанта расы. Шанта раса – это осознание величия Господа. Когда человек осознает величие Господа, тогда его ум привлекается к Господу, и он может восхищаться его величием. Но этого еще недостаточно для того, чтобы завязать отношения с верховной личностью Бога. Для того, чтобы завязать отношения с верховной личностью Бога, нужно сделать что-то такое. Какое-то практическое служение. И преданных особо эта непривязанность не интересует особо. Они не то, что не интересуют, они на ней особо не сосредоточены. Поскольку у них есть привязанность к Господу. А если есть привязанность к Господу, у них автоматически возникает не то, что холодное, а такое небезразличное. Такая непривязанность материальная. Они тоже, как и Господь, ни к чему особо не привязаны. Есть у них возможность служить пышно, они служат. Если нет у них возможности служить очень так, изысканно и пышно, они служат так, как могут. Кришна дает им замечательный просад, они едят хороший просад. Не дает им хорошего просада, такого более изысканного каких-то продукта. Они едят простой просад. То есть в этом отношении также непривязанных мудрецам. Это качество нравится, они выделяют это качество у Господа. Это очень важно для тех людей, особенно кто занимается деятельностью материальной мере. Потому что материальная мере, тот кто занимается какой-то деятельностью, такой следующий результат. Если я занимаюсь чем-то, обязательно будет что? Компликос можно. Да, значит я буду книг. Что? Мне даже нет. Вот попробуйте, даже сам принцип с лакшни. Когда человеку просто так лакшни дают, надавали ему лакшни. Ну не так трудно с ними расставаться. Но когда он их заработал, собственно. Я же заработал, извините. Я буду книг распоряжаться. Я буду книг распоряжаться. Так, но что касается в отношении Господа, он не привязан к этому. Он даже не привязан к Богине процветания. Особо не привязан. Но также он и ею что? Не пренебрегает. Факт. Это очень важный момент. И этот момент, самый принцип вот этого чувства, это такой непривязанности, правильно? Оно очень ценится в материальном мире. Потому что любая привязанность и неприезд, они порицаются. Или человек привязан, или непривязан слишком. Это все, так как, к примеру, всех людей держат за какие-то привязанности. Понимаете, и людьми управляют за счет чего? Привязанности. Привязанности. Все так делается в обществе. Даже в обществе пред, даже Кришна так делает со своими предами. Он управляет с точки зрения привязанности. Да, он давит на какие-то привязанности даже своим предам, как он и Арджуне сказал. Ты что, не будешь сражаться? Да ты знаешь, кем тебя доверят, она будящая там. Не скажешь, что ты емдух, побоялся. Да, Арджуна же был емдухом целый год. Вынужден был роль играть. Все цари, они будут над тобой смеяться. Представь, ты такой выдающийся воин. Все тебя прославляют. Ты лучший из воина. Ты можешь всех победить. И ты в этот момент отказываешься сражаться. До трех, когда первый тебя выставит на смех. И скажет, что Арджуна емдух. Понятно, он емдух. Он целый год там танцевал с этими девушек обучал. Еще и голосом таким, как женщина. Он вынужден был целый год это делать. И представь, где скажут, ты емдух. Даже просто, что ты ем. Естественно, Арджуне это было что? Да. Да, неприятно. Почему? Потому что неприятно. У предных есть как бы другая причина, почему неприятно. Потому что предные беспокоятся о репутации своей и репутации движения. Конечно, им неприятно. Поэтому они пытаются делать все, чтобы удовлетворить Господа. Но в данном стихе мудрецы здесь проставляют Господа. И посмотрите, какая ситуация произошла. Вроде бы мудрецы полубогие, все самые выдающиеся мира сего присутствовали на жертвопринишении. Вы задавали вопрос, почему все было допущено для того, чтобы оскорбили Господу Шиву. И когда Дакши это все делал, оскорбил Господу Шиву, никто ему даже в ответ ничего не сказал. Почему? Они завистили, что он сделает. А? Они завистили от Дакши. А еще почему? Они зависть была вообще. Может быть. Что? Была зависть Господу Шиве. Может быть. Ну, Брама не вмешался. Все не ждали, что Брама сказал, что... Смотрите, полубогие тоже непонятные живые существа. Вот что иметь привязанность. Все знают, что Господь Шива лучший и из полубогов, и самый могучий. Тем не менее, когда его оскорбляли, да, дальше оскорбляли. И никто даже в ответ слова не сказал. Хотя, можно было бы этого случая вообще не допустить. Кому можно было бы сказать, все бы озвучились. Да Дакши так пришел. Что ты думаешь? Для положения тут занял, стал царем. Все, ты можешь делать все, что ты хочешь. Могли бы и мудрецы и встать, и полубоги сказать, возбудиться. И на самом деле, этот Дакшу усмирило. Но, тем не менее, они не сделали. Почему? По страсти, кто-то подушил. Мудрецы, мы прославляем качество Господа. Они завидовали? Они были привязаны к плодам этой яйки. То есть, их больше не интересовало, что? Плоды. И как нам что произойдет? Главное, чтобы мы получили плоды. Как я произойдет, и мы что получим плоды? Я скажу себе, не важно, кого-то оскорбляют, не оскорбляют. Где родители? Мне главное получить, чтобы свою долю мага бросала. И поскольку была так привязанность, они ничего не говорили. Они никак не возлучались по отношению к тому, что Дакшу оскорбил Господа Ширя. И несмотря, посмотрите, все знают Священное Писание. И все знают, что оскорбляют других. Все знают, но тем не менее, это все допустили. Всего вот эти слабости всегда прождаются, когда живое существо привязано к плодам своей деятельности. И нам к этой вещи нужно понять, для чего это происходит дело. Потому что, на самом деле, человеческое общество живет и руководствуется вот этим вещами. Пиас слабостью. Ой, ой, да. Это слишком больно будет для этого человека. Давайте лучше сделаем так, как вот так. Просто так, а лучше так. Пусть, может быть, это неправильно, но наша задача удовлетворить вайшнаву. Давайте сделаем так, вайшнаву и так. Конечно, вайшнаву удовлетворить, но смотря каким вайшнавам удовлетворить. Вайшнаву, да, здесь, посмотрите, не удовлетворили. Там было много вайшнаву в этом собрании. Но они удовлетворили. Кого? Шим. Да. Как Господь Шима считается. По крайней мере, из тех присутствующих он лучше вайшнава. И посмотрите, в чем было оскорбление Господа Шима? Он не выделили его долю жертвы. Что-что? Ему не выделили его долю. Нет, не Господь Шима. Они имеются в виду в чем? Почему Даша считал поведение Господа Шима оскорбительным? То, что Господу Шиме не дали долю жертвы, помещение, ему особо дали. Он не выразил почтение. Кому не выразил? Вот, интересно, посмотрите, этикет. Мы любим этикет. Но часто этикет сводится к каким-то внешним вещам. На самом деле, по этикету Господь Шима относился к Господу Шиме в соответствии с телесными представлениями жизни. Несмотря на то, что все очень могущественны и все хорошо знают веды, тем не менее, вот эта привязанность к плодам, к своим деятельностям заставила всех находиться просто на телесной концепции жизни. Господь Шима не последовал телесному этикету, потому что и какому телесному этикету он не последовал внешнему. На самом деле, он не должен был следовать, потому что Дакша посчитал. Дакша кто? Отец. Да, как старшие преданные скажут, так оно не должно быть. Нет. Как Шастра скажет, так оно должно быть. Даже Кришна, в первую очередь, думаете, кого слушают, Кришну или Шастру? Шастру. Шастру. Да, историю знаете, как даже преданные не послушали Кришну, послушали Шастру. Нет, не слушали. Здесь очень такая хорошая история, такая легкая. В Абриндаване, когда Кришна хотел своровать масло, воровал масло. У него была следующая планка, своровать масло. И гопи все это надоелось. Поэтому гопи решили сделать, поймать Кришну. И чтобы поймать Кришну, его невозможно было поймать. Ему нужна была какая-то сигнализация, чтобы услышать, что Кришна... Камера. Да, поэтому гопи сделали вокруг, на окнах, на дверях, понатягивали нитки, такие везде повешенные колокольчики. Как вот есть лазерная сигнализация, вот это все оттуда идет. Кришна источник всего, поэтому даже лазерная сигнализация, она появилась с тех времен Кришны. Они вдоль, поперек понатягивали нитки, везде повешенные колокольчики. Даже вокруг горшков это все сделали. И горшки даже сам обвязали ниткой, повесили колокольчик на горшке. И Кришна все это наблюдал и думал, вот я им сделаю. Вот они думают, что они такие все умные, хитрые, да, посмотрим. Посмотрим, что произойдет. И поэтому, когда Кришна пришел, он же подошел, гопи проставили эту сигнализацию, тихонько ушли дальше, и мы стали ждать, пока не с Кришной приедем. Кришна тихонько подкрался и сказал колокольчикам. Вы кто такие? Мы твои слуги. Поэтому я вам приказываю молчать. Что бы ни делало, молчать. И все колокольчики заняли. Кришна пошел в двери, колокольчики молчали. Кришна поставил стук, колокольчики молчали. Кришна залез на эту стук, колокольчики молчали. Кришна взял горшки, они молчали. Он открыл горшок, они молчали. Он даже засунул в руку уже масло, колокольчики молчали. Как только Кришна положил масло в рот, все колокольчики зазнили. И Кришна к ним повернулся, и тут гопья набежали, да, и Кришна повернулся к ним и сказал, я вам сказал молчать. Да, все они сказали, мой Господь. Ты говоришь молчать, но шастра говорит, когда гопал ест, нужно что делать? Поэтому мы должны следовать в шастре. Шастра, если даже старший преданный что-то говорит, как Дакша, он произнес явную речь. И достаточно разумную с точки зрения. Но все очень разумно, но эта речь была осквернена чем? Да, вот этой привязанностью. Вроде бы все говорил по шастрам, по этикету, все, но когда оно осквернено привязанностью, все, оттуда возникают самые плохие качества. Можно понять, с этой историей хорошо понять, как из-за привязанности человека к плодам своего труда и своей деятельности проявляется качество. Да, вроде бы он и говорил по шастрам, но уже речь была пропитана чем? Дневом, завистью и недоброжелательными чувствами. И это сказалось в том, что многие, некоторые мудрецы начали похихикывать. А почему они похихикывали? Ну, понравилась ситуация, вот они смеются. Нет, похихикывали, потому что Господь Шева живет отреченной жизнью, понимаете, нет проблем. У него такая красивая жена, так что отдал ему свою жену. Красивая жена, он ни о чем не заботится. Находится в медитации, полностью отреченный. Поэтому он присутствует в этом обществе, которое имеет привязанности к плодам, всегда будет присутствовать, что? Недоброжелательные качества даже друг к другу. Почему мы хотим стать чистыми мощными? Чтобы избавиться от всех этих качеств. Потому что мы будем, так или иначе, если будут вот эти привязанности к плодам, деятельности, мы будем завидовать, что другим мощному. Кто-то находится в более таком возвышенном положении. Или кого-то больше прославляет. Кто-то вообще не занимает никаких положений в обществе. А к нему хорошо относятся. У него все есть. По нему идут все вещи. Мы будем смотреть на это все. И будет проявляться в сердце, что? Завтраст. Завтраст. Да. И так хочется, и она будет. И чем больше медитация, тем хочется. Но я не могу ему ничего сделать. Потому что да. Но если кто-то старше его поругает. Я говорю, очень хорошо. Порадуйся. Да. И так же оно произошло. Вот и вся ситуация. Она произошла. Дакша выбрал момент. Более того, он тоже медитировал. Дакша царь. Представьте, царь. Он живет в роскоши. Все дочери, они жили в роскоши. И представьте, а дочь за кого? За бедняка. Да. Не то, что за бедняка. Господь Шива сидит возле крематория. Да. И посыпает свое тело. Его. Теплом дальше. То есть имеет. С точки зрения даже в башнавской культуре. Имеет. Какие привычки? Чезонные. Да. Даже Мама Яшода его Кришни не хотела пускать. Господа Шива. Потому что она когда увидела. Странный. И самку какую-то. Да. Еще теплом посыпает. Все. С этими дредами. С черепами. Да. С черепами. С черепами. Она подумала. Наш народ. Он испугает. Моего маленького. Что она Кришни там. Мама Яшода защищала его. Так или иначе. Дальше это было внешнее представление. Поэтому говорится. Что не надо судить башнава по внешним признакам. Конечно. Чтобы зайти в храм. Конечно. У нас есть определенные законы там. Но в Индии туда заходят в храм все. Да. И с дредами. И с дредами. И в храм. Висконовские храмы заходят все. Всех пускают. В общем. Там нету такого контроля. Какая из контроля. Как у нас. То есть. Мы не можем пустить. У меня вряд ли в храм. Но в Индии пускают все. В садху они заходят спокойно в храм. Как бы они не выглядели. Они заходят спокойно еще в храм. Так. Так. Но дальше он сделал вот эти внешние. По внешним отличиям. То есть. Когда человек сам живет внешними богатствами. И эти богатства являются его так сказать. Единственным вдохновляющим аспектом. И он к ним привязан. То он будет смотреть на всех как. С точки зрения внешних богатств. Поэтому дальше был недоволен этим. Но ему сказал кто? Чтобы он выдал свою дочку замку. Правда? Правда? Его отец. И он послушался. Тем не менее. Несмотря на то, что сказал старший. Все равно он был что? Недоволен. Недоволен. И поэтому он копил, копил это все. Это было как последний каплинг. Господь Шива. Более того. Господь Шива. Старший Дакши. Вообще считается. Но поскольку он стал его взять. Взял его дочку. Поэтому для кого он был? Для него уже он был таким. И Дакша посчитал, что Господь Шива не выразил таким образом. Ему почтение. А представьте. Дакша. Когда Дакша зашел на арену жертвоприношения. Как он проявлялся? Сияние. Сияние. Да. Всех мудрецов он дотмил своим сиянием. То есть да. Еще есть. Говорит о том, что если еще сияние исходит. Это не значит, что у этого человека все еще нормально. А что это за сияние? Сияние. Дакша фарт. Он получил. Вот это сияние. Получил это могущество в результате своих собственных аскез. Но если он обидел Нашнаба. Посмотрите. Все эти аскезы ушли куда? Да. Я не знаю. Да. И получил какую голову? Какую голову. Какую голову. Очень хорошую цель. Я не помню, чтобы он на этом писал. Но все, кто совершает ягерь такие. Или ждут такой повод жизни. У них определенная голова. И в материальном мире это известное слово. Людей называют как? Тазовый. Да. Фарм. Такая тоже идея. Тот, кто ведет вот так и смотрит на все внешнее. Понимаете? Эта история, она имеет очень много таких внешних сторон проявляется. Для чего? Чтобы мы разобрали это все и поняли. И не думали, что это оскорбление в наш адрес. Нет. На самом деле это не является оскорблением. Ситуация показывает. Для чего? Чтобы я таким. Нет. Да. Потому что у человека есть это чувство собственного достоинства. Если есть чувство собственного достоинства, можно его использовать? Можно. Да. Если мы хотим очистить свое существование. Если мы себя уважаем, потому что говорится, что уважение начинается с самого себя. Если мы себя уважаем, то нам нужно стать тем? Штатами. Да. Не простыми. Не простыми, а чистыми. Чистыми. Чистыми привязанными. Да. Чтобы быть непривязанными к этим платам верительности. Иначе мы будем получать соответствующие результаты. Потому что Кришна не смотрит на положение. Да. В данной ситуации Кришна понимал. Дакша. Чей сын? Брама. 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 Кто по отношению к Кришне? В каких отношениях находятся Господь Кришну и Брама? Отец сын. Отец сын. Более того. Говорится, что они находятся в дружеских отношениях. Потому что Господь Кришну пожал Браме. Что? Руку. Да. Пожимает руку не отец сына, а друзья. Вот когда предашь. И смотрите. Господь Кришну не посмотрел, что Дакша является сыном его преданным. Господь Кришну на эти вещи не смотрит. Не важно, сын преданным или не сын преданным. Но если ты ведешь себя как непреданным, то получи соответственно с этим. И посмотрите. Ситуация только разрубилась, когда Дакша отрубили голову. И вот этот ужас, вот этот Господь Шева и его спутники навели там порядок. А все наводится дальше. И посмотрите. В результате одного лишь оскорбления сколько всего произошло. Сати, как в Вайшнаве, она не выдержала это. Она не хотела бы отожезнять свое тело с Дакша. Поэтому она сожглась. Просто сожглась в мистическом имуществе. И когда обидели уже женщину в Вайшнаве, все началось. Смотрите, как все начинается. Целое событие разрушение. Сразу произошло. Сразу яги эту все осквернили. Представьте. Спутники Господа Шивы, а им только дают. Они сразу начали испражняться, плеваться, мальчиться. Вот ягья. Чем заканчивается ягья, которая выполняется с привязанностью к результатам своей умительности. И взвесив все эти за и против, мы должны делать для того вывода. Чтобы у нас это так не происходило, то нужно всегда в первую очередь, когда совершается ягья, оказывать почтение к тому. Старше. Да. Не просто старше, а именно в Вайшнаве. Да. Таким, как Господа Шива. Потому что Господа Шива из-за того, что у него не было ни положения и не было богатств, к нему все относились немножко так. Еще у него спутники такие, да. У него общество такое, которое вас освобождает. Поэтому, так или иначе, даже у полубогов, несмотря на то, что они такие образованные личности, тем не менее, они относились не очень положительно. Господа Шива. Поэтому все это событие произошло как урок для всех. Для всех. Для чего? Чтобы, как говорится, боги гримны, гряны, да, даже на райских планетах, то они сразу что-то не крестил, не то, как говорится, не молился Господу Вишну. Посмотрите, как все прогремело, все разрушилось, тому зубы выпили, тому волосы выпили, тому бороду оторвали. Нужно быть осторожным, когда читаем, чтобы не смеяться особо, не злорадствовать, так сказать, над этой всей ситуацией. А именно понимать, что произошло, саму ситуацию. Потому что если мы будем злорадствовать и говорить, как ему так, так и надо, то мы можем сами от этого немножко так, чтобы не пострадать. Ты что? Сердце все знает, что происходит. Да, и все это можно сделать, когда Вайшнав, все. Почему? Когда Вайшнав достигает вот этого положения, в котором он понимает очень хорошо, что он не темно. Почему важно так, изучать это постоянно и говорить об этом, и обсуждать это с разных сторон, и попытаться действовать как не тело. Потому что первые поступки начинаются понимания. Если человек понимает, что он не тело, то значит он начинает действовать без привязанности к ладамской деятельности. А что? Он знает, как это выглядит. Он знает, что результат принадлежит в конечном итоге. Кому? Да. Да. Поэтому если даже я выполнил и сделал что-то, и появился очень такой хороший результат, и все кричат, джаи, харибол, ки, джаи, пославляют Вайшнам во всем, то он плоды сразу же отдает. Кому? Посмотрите, приписывает сразу в своем сердце, он не наслаждается, а приписывает это все, даже если это и что-то произошло, то это произошло благодаря милости всем Вайшнамам, моего духовного учителя, основателя отчаяния, и все, 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 воплощение, и все прочее. Сразу же приписывает это моностроение. Это то, над чем нужно работать в этом. Сразу. И Шалабраупад приводит этот стих «Намам карманили пати», что преданные, которые действуют, все мудрецы, которые действуют, по моему примеру, они не связываются чем? Законами права. Какими? Кармами. Этого материального мира. Все. Поэтому мудрецам это очень нравится, вот действовать в беспривязанности. Но им нравится только действовать в беспривязанности. Понимаете, когда нравится – это хорошо, и прославляешь это качество – это хорошо. Но нужно еще научиться это делать, что практически. А у Вайшнава предоставляется такая возможность действовать. На самом деле, чтобы избавиться полностью от кармы, есть только один вид деятельности, который нам в этом помогает. Вот это что? Петь святое. Преданное. Бабхи. Йога. Преданное служение. Только оно поможет нам в этом решении. И процесс очень простой. Все зависит от нашего сознания. Если от сознания начинаешь наслаждаться плодами своего труда, сразу же приходит что? Страдание. Но если я только отдаю все на служение Кришне, то преданный не несет последствий в соответствии со своей деятельностью. Все. Это то, что проповедовала Кришна Арджуния. Ты просто сражайся. Я тебе говорю, да, отпусти эту ситуацию. Не думай, что они твои родственники, ты их убьешь и будешь пожинать последствия. Я тебе говорю, сражайся во имя высшей цели по моему что-то. Указание. Факт. Также и важно вам, то есть в обществе обучаемся, все эти истории нам дают хороший урок, чтобы понять, как нам нужно действовать, чтобы потом не сожалеть о своих поступках. Более того, чтобы потом, что если преданные не учатся так действовать, то они видят в результате какой-то деятельности, они получают какой результат, если они привязаны потом к своей деятельности. Результат хороший, просто они страдают. Результат всегда хороший бывает. Просто, что они страдают. Меня, чтобы не увидели, не прославили, забыли. Особенно, когда что-то большое проходит, не всех там учтут, не всех в списке занесут, кто что делал. Даже на воскресной программе не всех бывает. Чтобы картошку чистил, всех нужно прославить. И вчера я читал перед тем, как ехать на лекции, я думал, какую еще книгу прочитать о Шиле Прабхупаде. Я открыл, в чем сложность Шиле Прабхупаде. И начал сразу читать. Ну, первую главу я не буду, начну со второй главы. Я начал читать со второй главы. И Шиле Прабхупаде отписывает, как Шиле Прабхупада, как Шиле Прабхупада, «Готовил на всех пив». Когда Шиле Прабхупада был на этой ферме в Нью-Криндаме. Кто был поваром, знает. И когда его просят, и ты готовишь где-то дней семь подряд, постоянно готовишь. И в это время ты постоянно готовишь, готовишь. Много преданных съехалось. У тебя нет даже возможности пойти на лекцию и посмотреть, что там происходит. То есть, сознание такой повар раскладывается. Я был поваром и знаю, что это такое. Все наслаждаются, а я тут по шуму, по шуму. Все имеют общение с духовным учителем, да. И Шиле Прабхупаде тоже это состояние. Поэтому он уже сидел, в последний день был выжатый, как лимон. Он думал, завидовал всем преданным, что они там наслаждаются преданным служением. А я тут просто беспрослепный, сижу на этой кухне. И, конечно, он сидел, поскольку у него было сильное желание служить Прабхупаде, Киркананда Горяч пришел к нему, и да, так улыбаясь, сказал, «Ну что, не догадываешься, чего я сюда пришел и что сейчас будет?» Вот и так, с таким хорошим настроением, Шиле Прабхупаде, не понимая даже, ты будешь слугой Прабхупаде. Исполнилось лелеемое желание Шиле Прабхупаде. И когда Шиле Прабхупаде, его обучение как слуги проходило всего лишь один день под руководством Судана Махарача. Судан Махарач ему показал, как делать массаж. Рассказал, как делать массаж. И все, на этом обучение Шиле Прабхупаде закончилось. И когда он пришел к Прабхупаде, и ему сказали, еще что ему сказали, самое важное, самое главное сказали, что как только звонил колокольчик Шиле Прабхупаде, ты должен бежать туда немедленно, и прибежать к Прабхупаде поклониться и спросить, что я могу, чем я могу вам слушать. И все, поскольку новый слуга, да, Шиле Прабхупад решил его проверить. Сразу. И все, что Шиле Прабхупаде сидел в том месте, где ему сказали, да, и звонил колокольчик. И все, что Шиле Прабхупаде услышал колокольчик и быстро-быстро побежал. Когда только начинается процесс премьерного служения, нужно заметить, все происходит немножко в страхе таком. И когда этот страх есть, это хорошее такое чувство, потому что оно нас подстегивает, сделает все быстро, вовремя. Когда делаешь, на тебя смотрят немножко как на перепуганного, залученного, забеганного. Ничего, это пройдет со временем, со временем оно станет нормально. Еще такие дни, немножко испугавшись, побежал к Шиле Прабхупаде. А вы знаете, что когда в испуге, то человек делает какие-то вещи, да, немножко смешно выглядит. И Шиле Прабхупаде не прибежал, так или иначе Прабхупаде поклонился, спросил, чем я могу служить. Шиле Прабхупаде просто не сказал. Все нормально, может идти назад. Я просто проверил, насколько ты расторол, как быстро ты прибежишь, когда позвонил к Господь. Это первый признак слуги. И сразу колокольчик позвонил, и слуга тот же должен быть представлен, да, перед духовным учителем. Второй умеет Шиле Прабхупаде сказал ему, Шиле Прабхупаде во Вриндаване, что Шиле Прабхупаде сделали там специально хороший такой стиль, то ли в европейском стиле все. Шиле Прабхупад пришел, посмотрел на него. Я буду ходить в лес. Он ходил в лес, да. Он ходил в лес и позвал Шиле Прабхупаде с собой, взял лоту с собой и пошел, да, да, сделать свое дело. И Шиле Прабхупаде говорит, пошли со мной. И когда они пошли в Шиле Прабхупаде, потом из Прабхупада вернулся, отдал Шиле Прабхупаде лоту и сказал, помочь его в земле. И все. Шиле Прабхупаде пишет, говорит, не было никаких ни спасибо, ни пожалуйста. И вопрос, а можешь ты это сделать или нет? Прабхупад, не смогли бы вы, пожалуйста. Это большая песня. Это отношение было, ни спасибо, ни пожалуйста. И представьте, когда вас еще так скажут, еще немножко в приказном стоп-тоне, когда еще скажут, пойди сделай это. Да быстрее давай, да. Вообще, давай сделай, помой это все. Разница же есть, да? Как мы на эти вещи реагируем? И как мы реагируем на то? Прабхупаде, пожалуйста. От вас зависит, да, целый этап. Организация. Да. О, я могу так поучаствовать, да. А если нам по-другому скажут. Да давай, давай быстро, лети. Просто лети. Все оставь, беги. Это срочно нужно сделать. Ха-ха-ха. Но сам парень, если нам так говорят, так не на это реагирует. Бывает так, что скажут, да быстрее. Да давай все. Типрославление. 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 Ни спасибо. Ни пожалуйста. И он описывает свои чувства. Я был восторг. Что теперь мне предоставилась возможность, лично служить кому. Что это правот парень. Конечно мы иногда думаем, конечно если б я был лично, я тоже б так был. А тут среди обычных починуворов, мне olsaев, ну так, точно. Но на самом деле В этом суть, в этом проявляется Мы так можем видеть и смотреть И наблюдать за своим сознанием Чего мы хотим Чего мы хотим Мы хотим просто стать слугой Кришны Что Кришна даже не скажет нам Не спасибо Просто сделал свое дело И все На самом деле так и происходит Когда предыли становятся старше Уже более в возрасте Кто ему говорит спасибо Еще говорят ты не так сделал Много всего сделал Чем больше делаешь Тем больше тебя Хает И все это можно вынести И при этом Быть исполненным энтузиазмом Дальше продолжать свою деятельность Только при одном условии Если мы не привязаны к чину Фаль Тогда вот это не на моем кармане Либо не Тогда предыли становятся Полностью свободен Одну материальность И он поднимается Становится на уровне Как Кришна Кришна не привязан И его предыли тоже Что? Не привязан И поскольку они не привязаны Как это Они могут находить друг с другом У них есть общее Что? Интересно Так предыли становятся Другом Спутником То есть Родственником Кришны Из-за Вот этого Качества И мудрецы понимают Это Они представляют Это качество Кришна не привязан Он даже Я не говорю Даже не привязан Богиня Процветания Представьте Кто не привязан К Богиня Процветания Даже в обществе Предыли много Богиня Процветания Кришна Пошли в никого Плакши Да Я знаю Ты добрый Щедрый Видишь Я уже тут столько Повторяю Аскезы совершаю Пошли в никого Богиня Процветания Я буду служить тебе Как будто Без Богиня Процветания Нельзя служить Кришне Вот когда будет Богиня Процветания Мой энтузиазм Увеличится Да Конечно может увеличиться Потому что Когда приходит При этом Энергия Он хочет ее тратить Но если есть Привязанность К плотам Своей деятельности То когда появится Богиня Процветания Он подумает Я чуть-чуть Чуть-чуть Буквально Там мне Пару желаний Есть А там удовлетворил То желание Он подумал Боже мой Давай еще это Я же когда-то Хотел это сделать То-то-то-то-то Посмотрите Одна маленькая Привязанность И как сразу Меняют поступки Преданных Потому что Кришна Молится Преданных Молится 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 Кришна 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 И только хватает На просад И на коммунальные И на фестива Всегда Да Поэтому Сознание Кришна Кришна Чай Все лишь почему Потому что Тут уже лично Кришна Преданных Кришна дает Каждому Столько Чтобы он Находился В сознании Кришны И ему Молится Кришна Ну да Столько Можно А когда Психология Живого Существа Атаковал Молится 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 Молится